Теперь Казахстан, Бурабай, там в эти минуты заседают главы стран СНГ. У лидеров насыщенная повестка. Анонсировано обсуждение почти двух десятков вопросов из самых разных сфер. От организационных, как Содружество будет функционировать в следующем году, до проблем глобальной безопасности. И этот саммит не единственный, который пройдет в этом курортном поселке. Там же сегодня состоится встреча Высшего Евразийского экономического совета. В Казахстане работает наш корреспондент Александра Черепнина. Она выходит на прямую связь со студией. Александр, какие есть подробности? Здравствуйте. Курортный поселок Бурабай. Отсюда до Астаны примерно 200 километров. Это национальный парк. Он находится в ведении управления делами казахстанского президента. Именно здесь сегодня с самого утра проходят встречи на высшем уровне. Сейчас в самом разгаре саммит СНГ. Как глава принимающей стороны, султан Назарбаев, глав других государств, встречал в холле. Они подходили к нему, пожимали руку. В последнем появился Владимир Путин. Поздоровавшись, они коротко успели что-то обсудить с Нурсултаном Назарбаевым. После чего все лидеры выстроились для совместной фотографии. Дальше было заседание сначала в узком составе, затем в расширенном с участием делегации. На повестке сегодня 17 вопросов. Конечно, главная тема – это расширение сотрудничества между странами Содружества. Но вот отдельно будут обсуждать сотрудничество в военной сфере и по охране границ. Также, как стало известно накануне, Владимир Путин проинформирует своих коллег о ходе операции в Сирии. И после пять участников саммита СНГ Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия продолжат переговоры уже в рамках другого саммита – саммита Евразийского экономического союза. В ходе него будет утвержден план развития ЕАЭС на ближайшие 15 лет. Также будет затронута тема и сотрудничество с другими странами. Так, например, с Вьетнамом уже подписано в мае было соглашение о создании зоны свободной торговли. И сегодня будет обсуждаться запуск подобного проекта с Израилем. На экспертном уровне уже ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с Индией, Ираном и Египтом. Отдельно сегодня поговорят стороны и о сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Здесь прежде всего речь идет о кооперации с экономическим поясом шелкового пути. Ну и когда саммит СНГ завершится и до того, как начнется саммит ЕАЭС, у Владимира Путина будет встреча с Александром Лукашенко. Лидеры часто используют большие международные площадки для того, чтобы обсудить и двусторонние вопросы. И вот не исключено, что у российского президента будут сегодня еще беседы с глазу на глаз со своими коллегами. Валерия. Александра Черепнина с последними новостями из Казахстана.